40% детей проводят летние каникулы в компании гаджетов или компьютеров. Чаще всего они играют или смотрят блогеров. Как сделать так, чтобы это время они проводили с пользой? Сегодня об этом поговорим с директором образовательного хаба Екатериной Маркер. Екатерина, здравствуйте. Скажите пожалуйста, всегда ли компьютеры и телефоны это зло? Здравствуйте. На самом деле, наверное, каждый первый родитель, который приходит к нам в нашу академию, озвучивает проблему, что его заботит то время, которое ребенок проводит за компьютером и за гаджетом. И зачастую это действительно беспокоит родителей. Они волнуются, что дети смотрят контент, который не приносит им большой пользы, просто является огромным таймкиллером. И поэтому, конечно же, они озадачены тем, как перенаправить внимание ребенка. Но сразу могу сказать, что по опыту наших родителей отключить Wi-Fi или спрятать телефон это не работает. Здесь нужно, конечно, принять тот факт, что телефоны и гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни и жизни наших детей. И поэтому здесь нужно подходить к этому немножко с другой стороны. В частности, чаще всего мы учим детей тому, что компьютеры и гаджеты – это не игрушка. Это рабочий инструмент. Мы учим их пользоваться правильно этим инструментом, даем им в руки навыки работы с этим инструментом и направляем их интерес в полезное русло. То есть мы учим их быть не потребителями контента, а создавать что-то свое. Ну вот как это сделать? Как направить ребенка в правильное русло, чтобы он занимался чем-то полезным, не тратил время впустую? Прежде всего нужно показать ему возможности. Что он может вообще делать, используя этот инструмент? То есть, допустим, ребенок любит игры. Это значит, что он может нарисовать свою игру. Он может придумывать сюжет собственной игры, отрисовывать для нее карты. Он может придумывать алгоритмы для собственной игры, собственные уровни, развивать ее. Вот все, что я описала, это сразу несколько IT-направлений. Отрисовать персонажей и ассеты для игры – это компьютерная графика. Она может быть 2D, может быть 3D. Это тоже разные направления. А можем изучать настоящие взрослые языки программирования, где ребенок будет создавать свою игру фактически с нуля. Это помогает не просто занять время ребенка, это позволяет в том числе развивать мышление. Потому что когда мы учимся создавать свою игру, то в такой игровой форме, в том, что интересно и понятно ребенку, мы изучаем очень сложные формы. Что такое алгоритмы, как их составлять, что такое циклы и ветвение в алгоритме. Не каждому взрослому легко понимать такие структуры. Но именно в игровой форме и через интересный контент для детей мы можем с этим работать. Я вот тоже такая слушаю, просто вас и думаю. А не сложно ли это будет все для ребенка? 2D, 3D, конфигурации и прочее? Современные дети очень легко адаптируются к IT-технологиям. И очень часто родители спрашивают, с какого возраста вообще начинать? С 7 лет. На самом деле, как только ребенок научился читать и понимать, что он читает, мы можем уже приступать к обучению. Но если ваш ребенок старше, это тоже не проблема. Прийти можно абсолютно в любом возрасте. Самое главное, с чего начинать? Не начинать со слишком сложного для себя уровня. В детском образовании мы исходим из принципа от простого к сложному. Одно и то же направление может появляться у нас в программе несколько раз. Но каждый раз уровень сложности будет расти. Мы начинаем со специализированных детских языков программирования. Они блочные и позволяют детям не погружаться в ненужные детали, а схватывать именно самую суть составления алгоритма. То есть существуют специальные какие-то детские языки программирования? Да. Есть специальный детский язык программирования коду GameLab, например. Этот язык блочного программирования, где дети могут создать собственную трехмерную 3D-игру. Это достаточно несложно, чтобы на первом этапе у ребенка действительно все получалось. Но потом мы, конечно, добавим сложности. Мы будем изучать и Scratch. Это тоже, кстати, детский язык программирования, но уровень сложности у него уже повыше. И когда мы уже подготовили разум ребенка и его мышление к настоящему программированию, мы изучаем Python. Ну, то есть у вас для этого есть какие-то специальные курсы, да? Или что? Или это школа? У нас есть разные форматы обучения. И если ваш ребенок еще совсем не сталкивался с этим направлением, вы можете начать, например, с летней площадки. Летняя площадка – это серия мастер-классов, которая позволяет ребенку прикоснуться к этой сфере, к этому миру, примерить на себя все то, что он может там создавать, и составить собственное мнение, насколько ему это интересно, и действительно ли его это захватывает. Ну и у нас есть, конечно же, основные программы обучения, которые проходят в учебный год. Там все зависит от того, какого возраста ребенок. У нас есть несколько программ. Они специализированы по уровню сложности и возрасту детей. А летняя площадка, она еще не завершилась у вас? Нет, еще идет до конца августа. Рады видеть детей на нашей площадке. Ну, еще есть места или уже все поздно? Мест не так много на самом деле, потому что все забронировано буквально с мая-июня, но еще можно попасть. Дети какого возраста ходят на летнюю площадку? И они там весь день заняты? Сейчас нет. Мы занимаемся либо в первую, либо во вторую половину дня. Все зависит от той программы и возраста ребенка, который идет на площадку. Есть более младшие группы, допустим, с 7 лет до 12, и есть группы для старших ребят от 13 лет. Помимо этого есть специальная программа профориентации, она называется IT Bootcamp. Профориентация – это уже для старшеклассников, это для тех, кто сейчас именно поступает, выбирает направление в колледже, например. Здесь мы на практике знакомимся уже не с игровыми направлениями, а с профессией, для того, чтобы ребенок мог понять, насколько ему это интересно, действительно ли это его. И это тоже можно сделать летом. Ну вот, к примеру, младшая группа на летней площадке, чем они будут заниматься вот эти полдня? У них есть несколько тем, здесь можно выбрать. Есть, например, тема, которая называется «Создание собственной франшизы». Здесь мы подходим к созданию игры, как к собственному проекту. Сначала мы придумываем ей сюжет, мы отрисовываем карту нашего игрового мира, потом мы создаем три уровня нашей игры, отрисовываем для нее сайт, делаем небольшой промо-ролик, и, конечно же, не может быть гейм-индустрии без собственного мерча. Поэтому мы тоже научимся его делать. А если ребенку больше нравится что-то, связанное с рисунками или художественной графикой, у нас есть специальная смена, называется «Кей-поп». «Кей-поп» — это все, что связано с рисованием и компьютерной графикой. Мы поработаем в пяти различных графических редакторах, будем работать с 2D-графикой, с 3D-графикой, создадим и объемные модели, также создадим сайт для своих персонажей, нарисуем собственный комикс. И тоже нет никакого аниме или кей-попа без мерча, и мы тоже научимся его делать. А вот как понять, на какую лучше программу отдать ребенку? Какое-то тестирование они должны пройти или что? На самом деле тестирования никакого нет. Именно на летнюю площадку мы принимаем ребят, и в том числе тех, которые не сталкивались с этой сферой. Все мастер-классы построены таким образом, чтобы ребенок справился, даже если он пришел с самого нуля. Ну это по летней площадке, да? А еще у вас есть постоянные курсы для детей какого возраста? У нас есть курсы для ребят с 7-8 лет, называется «Первый шаг». Здесь мы знакомимся с 12 различными IT-направлениями за 2 года. Это первое знакомство с IT-миром для ребят. Для ребят постарше, 9-12 лет и 13-14 лет, у нас есть «Малая компьютерная академия». Здесь у нас уже больше 30 IT-направлений. Уровень сложности намного выше, чем у ребят первого шага. Больше академических часов. И, соответственно, здесь мы уже делаем по-настоящему серьезные проекты. Но принцип от простого к сложному, конечно же, сохраняется. Но все ли дети доходят до финала? Или есть те, для кого это сложная слишком программа и уходят? Конечно, если мы говорим о детях, здесь работает и профориентация, и смена интересов у детей. Конечно же, бывают ребята, кому было либо слишком сложно, либо, наоборот, поменялись интересы, и вместо IT ребенок захотел заниматься футболом. Естественно, это бывает, ничего в этом страшного нет. Но если говорить про программу именно нашу, то она комплексная. И здесь нет монокружков. Монокружок по робототехнике или монокружок по дизайну. Ребенок изучает разные направления, и они постоянно меняются. Это позволяет ему сохранять интерес и профориентироваться. Потому что, когда к нам приходят студенты, допустим, в 10-11 лет, с одной стороны, кажется, что еще рано говорить о будущей профессии. Но на самом деле нет. Это как раз прекрасный возраст для того, чтобы начать создавать опыт у ребенка. По времени занятия сколько идут? Зависит от возрастной группы. Первый шаг у них одна пара в неделю. У старших групп Малой Академии уже две пары в неделю. То есть ребята к нам приходят и проводят сразу целых три часа. Иногда кажется, что это много, но на самом деле нет. Потому что очень сложно бывает ребятам собраться домой после занятий. Но вот подростки, которые приходят к вам, у них оценки по информатике, к примеру, улучшаются после этого? У наших ребят обычно нет проблем с информатикой. Потому что, конечно же, в плане, допустим, того материала, с которым они сталкиваются в школе, они идут с сильно опережающим графиком обучения. Но на самом деле обучение влияет не только на успеваемость по информатике. Если ребёнок занимается программированием, это влияет на его успеваемость, в том числе на математику, на, естественно, научные дисциплины, точные, допустим, на физику или химию. Плюс такие занятия учат ребёнка справляться со сложными задачами. Ну не получится так, да, что, допустим, ребёнок посещает ваши занятия, и потом ещё дома сидит в гаджетах, и получится, что он круглые сутки сидит в телефоне или в компьютере? Конечно, чудо не произойдёт, и за первые два занятия сознание ребёнка не поменяется. На это нужно время. Но постепенно он начнёт заниматься за тем же компьютером или за телефоном совсем другими вещами. Если раньше он смотрел какие-то очень сомнительного содержания мультики или блогеров, то сейчас он будет заниматься какой-то более созидательной деятельностью. Конечно, гаджеты полностью не исчезнут, не нужно этого ждать. Но очень важно, чтобы ребёнок начал за ними проводить время по-другому, начал что-то создавать своё. Что они чаще всего делают потом, вот после того, как начнут посещать занятия? Зависит от интересов ребёнка. Кто-то начинает увлекаться компьютерной графикой, начинает рисовать своих персонажей, создавать анимации, делать собственные мультики. Есть ребята, которые увлекаются фотовидеосъёмкой. У нас есть настоящая фотовидеолаборатория. Мы учимся заниматься и работать с профессиональной фотовидеотехникой. Они учатся писать сценарии, учатся разделять свои сценарии на сцены, отснимать их, работают со спецэффектами, начинают делать очень интересные и креативные ролики. У нас много студентов, блогеров с достаточно большим количеством подписчиков. То есть они сами начинают создавать контент, да? Конечно, конечно. И ведь у них есть инструмент. А о чём рассказать? Детям на самом деле очень интересно общаться с миром таким образом. Есть ребята, которые начинают заниматься программированием, увлекаются языками, делают достаточно сложные проекты. Например, один из наших студентов создал программу, которая язык жестов при общении по видеосвязи переводит в текст. И если вы раньше по видеосвязи общались с человеком, который не может говорить, ему приходилось вместо того, чтобы смотреть на вас и общаться с вами лицом к лицу, печатать текст. То сейчас он может общаться с вами привычным образом, и вы можете не знать этого языка, но будете видеть, что он вам говорит. То есть это разработал ваш воспитанник, да? Да, он написал эту программу на Пайдоне. И что, какое дальнейшее применение в этой программе? Ну, она доступна, и можно пользоваться, её можно скачать. И это патч, который можно установить на те средства, которыми вы пользуетесь для видеосвязи. То есть такие у вас крутые воспитанники, да, можно так сказать? Да, на самом деле и на текущий момент есть местные компании, в том числе, помимо федеральных, которые делают проекты совместно с нашими студентами. Например, один из наших партнёров сейчас открывает на нашей базе лабораторию по работе с искусственным интеллектом и распознаванием видеообъектов. Кто вообще преподает? Кто ведёт эти курсы? У нас нет учителей информатики. Все наши преподаватели – это практики. Дизайн ведут дизайнеры специализированные. Фото- и видеосъёмку ведут профессиональные фотографы и видеографы. А если мы говорим про программирование, то вести этот предмет будут только специализированные программисты, те люди, которые непосредственно работают в этих проектах. По окончании курсов что ребёнок получает? По окончанию курсов ребёнок получает диплом международного образца на двух языках – на русском и английском. Если он захочет продолжить обучение и обучаться в сфере IT, то, допустим, в наш колледж или университет с нашим дипломом выпускным он поступит без вступительных экзаменов и зачисление будет в приоритетном порядке вне конкурса. Многие после этого связывают свою жизнь с IT-технологиями? После этих курсов, да? Мы в Улан-Удэ выпускаем уже второй год наших выпускников, и действительно многие из них продолжают обучение, и они уже точно определяются, в какую сферу им нужно и что им интересно. И да, наверное, процентов 80 наших выпускников связывают так или иначе с этой сферой свою дальнейшую жизнь. А вот после летней площадки многие остаются, записываются на курсы? Да, почти все. Да вы что? Как можно записаться на курсы? Необходимо позвонить к нам в приемную комиссию или оставить заявку на нашем сайте, и мы пригласим вас на вступительное собеседование. Все дети старше 9 лет обязательно проходят вступительное тестирование. Со взрослыми точно так же. Мы тестирование проводим специально для того, чтобы понять, какой уровень сложности нужен ребенку. Ведь очень важно правильно стартовать обучение, чтобы не было слишком сложно или слишком просто. Это может демотивировать в процессе обучения. А запись на сентябрь уже началась, да? Запись на сентябрь уже открыта, и пока еще можно выбрать, в какой локации обучаться. У нас их две. Одна в самом центре города, на Кирово, 37А, и вторая локация на Комсомольской, 31А. А вот помимо курсов, да, у вас есть еще какие-то мастер-классы для детей. Что это такое? Мастер-классы для детей и профориентации для взрослых и подростков – это специальные мероприятия, где вы можете прийти и бесплатно попробовать эту сферу, сделать свой первый проект в сфере IT. Дети делают либо 3D-модели, либо собственную игру, либо рисуют какой-то комикс в стиле аниме. Каждый раз темы меняются. Это позволит ребенку сформировать свое мнение, если вы не уверены, что ему это будет интересно. То есть прежде чем записываться на летнюю площадку, да, или на курсы, лучше прийти на эти мастер-классы? Да, можете начать с этого. А они когда проходят? Они проходят каждую субботу. Записаться можно на нашем сайте, либо позвонив в приемную комиссию. Ну что ж, Екатерина, спасибо за беседу. Остается лишь пожелать вам успешного старта учебного года. А я напомню, это была программа «Диалогия». До свидания.